В столице региона стартовал трехдневный семинар с главами муниципальных образований округа. Запланирована обширная программа, она включает учебно-консультационные встречи с руководителями различных ведомств и организаций. За эти дни главы сельских поселений получат ответы на все вопросы, которые накопились у них с прошлой большой встречи. Первый день семинара начали, пожалуй, с одного из самых проблемных для села вопросов – занятости жителей. В большинстве населенных пунктов округа зарегистрирован высокий уровень безработицы. Напряженность заключается в том, что свободных вакансий на селе попросту нет. Большинство работает в муниципальных организациях, коммерческий сектор развит очень слабо или не развит вообще. По словам начальника управления труда и занятости Марьяны Кисляковой, главы муниципальных образований на местах могут предпринять попытки к обеспечению занятости населения. Может заключаться в формировании муниципального банка вакансий, временных, сезонных, общественных работ и рабочих мест. Также в формировании заказа на общественные работы на территории муниципального образования, а также в поддержке начинающих предпринимателей есть такая услуга, как самозанятость. Кроме того, сегодня в селах складывается хорошая ситуация по летнему трудоустройству подростков. 173 ребенка обратилась за содействием по трудоустройству, уже приступили к работе 95 несовершеннолетних. Конечно, детей, желающих работать больше, но сказывается отсутствие вакансий на селе и возможности окружного бюджета. Одним из серьезных вопросов для обсуждения стало законодательное установление статуса староста населенного пункта округа, либо части территории населенного пункта. Разговор о системной оплате труда староста и закрепление его как штатной единицы администрации муниципального образования ведется уже давно, но для этого не было никакой правовой основы. А между тем староста – это незаменимый на селе человек. Мы получили ситуацию, когда действительно хорошего староста в поселениях не стало. Потому что люди стали искать работу, которая будет запись в трудовые книжки и которая будет гарантировать им заработок. Ведь нужно очень хорошо понимать, что старосты на селе – это по большому счету правая рука главы муниципального образования. Сегодня старосты работают по договорам гражданско-правового характера и иногда могут получать разовые выплаты в виде поощрения. Скоро эта ситуация изменится. Старосты станут штатными работниками администрации с заработной платой. Также было предложено дать главам муниципальных образований право самим выбирать – назначать старосту или выбирать его путем голосования. Соответствующий проект закона со всеми внесенными рекомендациями и предложениями будет внесен на рассмотрение собрания депутатов до 10 сентября текущего года.